так друзья здравствуйте сегодня 23 ноября 2001 года у микрофона железа Валерий Константинович вот и я хочу с вами устроить небольшую лекцию заранее никого подозревать не буду я просто сейчас полистаю в Яндекс Дзене огромное количество рекламы саженцев заранее никого не подозреваю я буду просто задавать вопросы хозяю питомника заходя на их сайт вот давно дозрела время от времени это делал но получалось так что ответа никогда не было ну действительно просмотров немало могло не дойти вот это несмотря на в общем то что личность фамилия железа даже популярная вот давайте злат питомник он один из самых раскрученных и что я вижу попробуем итак огромный выбор саженцев персика вы представляете какой у них огромный персиковый сад я в России такого ни одного не знаю я не буду заранее подозревать что они где-то и достают другом месте а персик все-таки почти субтропики да у меня в сибири есть персики но там особый случай персик особый хасанский а здесь давайте смотреть вот я просто еще раз я буду вопросы задавать хозяевам и за а если мне возник подозрение то буду друзья те кто меня посмотрит мои зрители читачи вот эти вот то это читает и видит давайте посмотрим итак мы видим персик мы видим что огромный выбор саженцев именно персика так вот и давайте смотреть вначале нажмем сюда ух ты так тут еще и выбор то какой вот вот он наш окажется зовут гринсбору так остальные пока оставим в покое только пропали полюбуемся вот оказывается огромный выбор наша главная задача откуда персик я нажал на гринсбору цена пожеская бутылка водки даже даже дешевле литровой бутылки водки скажу заманчиво с одной стороны и так я что делаю я нажал на правую мышку это у меня учеба я всегда учу написано на открыть изображение но нет на мне это надо а вот в яндекс диске смотрим итак так а куда мы попали мы попали совсем не туда еще раз а вот открыть изображение в яндекс диске это я еще раз нажал чтобы крупнее было смотрим вопрос один если будет написано что это ваш фотография значит ваша вот оказывается питомник это не ваш питомник плодовый сад это не ваш так ну-ка дальше 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 понятно и понятно не понятно не все по-русски а вот ваш злат питомник ура будем считать пока что это ваш фотография а вот персик михайловки а вот снова злат питомник комсомольские ухты елки-палки совсем на другом конце планеты так неужели его это это ваша это пилиал или что так быстро он вот это кстати вместо озим тоже очень роскочный питомник и вы они теперь тоже претенденты на эту фотографию то есть ваши шансы падают так персик старопольский розовый может другой вот это с фотография но присвоили собственное название скорее всего вот этот фирма сад грим а санкции с крыма понятно они тоже претендуют что это они сделали фотографии в их саду ваши шансы падают вот еще один но уже совсем другое название маретти так это значит не может быть два разных названия с одной фотографии в одном питомнике еще один крымский питомник претендует нектарин фэнтези то есть фантазия тоже с крыма еще один претендует вот вавиловский а фотография тоже санкции с крыма войск какая у них фантазия богатая уху вот дальше смотрим так плодовое дерево тут непонятно нет почему непонятно вот сюда нажать будет еще один магазин радость садовода ладно архивы непонятно утепление персика назем особо васy догляда при подготовке до зимы як врату ваты вид вымерзание ну поняли теперь этот этот эту фотографию еще одна фирма себе считать что это их не вот персик белый донецкий пожалуйста еще украина вот и еще короче вероятность что это ваш персик падает и тогда мы наверное раз то так давайте другой нажмем некоторые персики я очень-очень это запоминаю который чаще всего в рекламе попадается давай посмотрим какой такой чтобы убедиться все таки это вас большой выбор значит большой сад так так а ну-ка еще про него написано давайте персик ценный продукт да согласен мякоть сочная да так смотрим ну давайте тогда какой-нибудь раскрученный какой раскрученный давайте вот персикиевский ранее нажали еще раз нажали это левая мышка теперь правой это учеба ребята найти изображение в яндексе вот и так вы считаете что эта фотография сделана вашем саду вот ну здесь ростов это не вы уже значит это то есть еще несколько претендентов за питомник есть но уже у дяди бори в москве есть он и в ростове есть то есть опять несколько претендентов на фотографию но я а вдруг это такое совпадение все-таки фотографии делали вы давайте смотреть дальше ну белый лебедь очень красивое название попробуем еще вот так а я еще где нахожусь а каталог для саду а нет все также узлов питомники так потом я кое-чего показала что а он почему-то сюда переместился сверху вниз но это может потому что я что-то нажимал персик gloria красивое название посмотрим но по теории вероятности ваши шансы что это ваши фотографии падают смотрим сколько тут претендентов о все ребята все ребята все 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 вот теперь уже точно что это не ваши фотографии претендентов харьковская область вот в общем крым опять крымский дачник туда-то в орле пожалуйста белгороде о все все и так но еще чтоб точно сказать что на самом деле эти персиков у вас именно вот этих в данном случае это была глория вы не врачи ну давайте этот красиво фотографии нажали белый лебедь как раз так как находим в яндексе учтите с каждой вот такой фотографии шансы приближается к нулю о белый лебедь кировская область кировская то не вы вот самое правильно орловская область тоже не вы в общем шансы уже меньше одного процента есть такая теория вероятности вот ну еще нажму еще ну я все-таки должен знать правду ваши или не ваши а значит сделаем короче раз меньше одного процента вероятность все будем считать что крест ставим а мы теперь с вами эх вышла ну а ты вдруг вместо вас друг бекер появился как так а здесь реклама прыгает когда-то пусть и бекера еще кто-то потом снова вернусь ну бекером разговор короткий так жаль сами закончили опять плашные персики но здесь то уже знаете как они вот у них акция они продают очень дешево вот если три купите там 1300 рублей вот они или то ну то есть продают к целыми упаковками и а если вот так посмотреть да вот у них я даже не буду вам показывать я несколько раз здесь их разоблачал вот у них есть телефоны вот они пожалуйста задайте им вопрос откуда дровишки если на планете нет ни одного персика колонновидного и подчеркиваю я железом говорю нет ни одной сливы колонновидной нет ни одной вишни колонновидной нет ни одного персика колонновидного нет ни одной груши колонавидной нет ни одной череши колонновидной что они продают колонновидных деревн в нет ни одного на всей планете не то что там а я продают тысячами вот я говорю самое главное в волшебнике это не те кто кролика достают из этого из шляпы вот любого человека можно научить. Это трудно. Представляете, вот раз, шляпа пустая, и вдруг не кролик живой. Самое главное это не кролики шляпы, а вы живой кролик. А вы живого кролика шляпу достаньте. То есть наоборот. А вот они достают. Нет ни одного колновидного груши, ни одной колновидной вишни, сливы вот тут, ни одного колновидного персика. А у них есть. Вот так вот. Нобелевская премия. Почему не подают? Они создали чудо. Листьев нет практически. Видите? Листьев нет. А они нарушили один из нарушили, создали новый закон природы. По моему железу, который создает закон природы. Нет, не так. Я нахожу, формулирую. Вот. Открытие. Одно из моих открытий. Весовое количество фруктов зависит от площади листьев дерева. Точка. Ну-ка, естественно, соответственно, у каждого свое соотношение. там, у вишни, или там, у персиков, или у слив. Вот. Но прямая зависимость между урожаем и площадью листьев. Здесь эта зависимость нарушена. Они нарушили закон природы. Они создали Беккер. Два варианта. Или они отменили законы природы. Отменили. Или они странные люди, скажем так. Вот. Вы знаете, когда слово странные называю, я иногда перехожу чуть ли не на мат. Почему? Я вспоминаю сразу анекдот. Приходит женщина к психиатру и говорит, доктор, помогите мне. Так, пожалуйста. В чем ваша проблема? У меня проблема в том, что я все время хочу и хочу мужчин. Странная вы женщина. Вот-вот, доктор, дайте мне справку, что я странный, а то меня все блядью обзывают. Вот. Поняли, да? Ну что, попался Беккер ко мне под руку уже в который раз. Я сам. У меня есть фильм, когда при мне садоводы, уважаемые садоводы в Сайногорске распаковали посылку. Там были колоновидные деревья. Но это были обыкновенные, ну, не деревья, а саденцы. Саденцы, у которых наглую были отрезаны все боковые ветки. Они были не замазаны. Они были смертельно ранены вот этим обрезкой. И вот эта подлость, я уверен, что они давно уже живых нет, я просто посочувствовал. Но фильм я снял. Один из моих фильмов так и назывался, значит. то, о чем я говорил. И так получился Бекер. Вот. Я не буду, я столько раз их разоблачал, что уже не хочу. Я надеюсь, что вернутся обратно в Злат Питомник. Мы с ним не закончили. О! Вернулся. Ура! Только на этот раз саженцы черешни. Давайте посмотрим. Черешни еще проще. Дело в том, что там по теории вероятности они не могли иметь фотографии персиков. Большого, огромного сада Злат Питомники не могли. Давайте посмотрим, где они живут. Так. Адрес-то должен быть раз они. Так же, я ничего не путаю. Давайте посмотрим ниже. Информация о нас. А Челябинская область. Ух ты! Челябинская область. Огромный персиковый сад. Ну, я вам сразу скажу. Я ставлю ящик марочного коньяка, что в Челябинской области. Ловите мне на суд. Звоните оттуда. Вот. Мой телефон 8-960-776-86-72. Звоните вы мне теперь. И говорите. В городе Златоусте в Злат Питомнике в Челябинской области есть огромный персиковый сад. Заодно черешневый сад огромный. Потому что продавать в таком количестве, вы знаете, ведь они же должны быть привиты. Ветки-то надо отрезать. Где? Это самая главная головная боль любого питомника. Маточный сад с ветками. А ветки растут на персиках, на черешнях. А так как персики и черешня, это такая экзотика, вот, что и фотографии-то не представили. А я еще не говорю. Вот. И так намекнул, что это, доктор, дайте мне справку, а то меня все бляди обзывают. Почему? Потому что хочет и хочет, хочет и хочет. Заработать хочет. Вот. Но я вас еще не подозреваю. Вы же как-то среагируете, вы покажете настоящие фотографии. Вот. Не вот эти, как она называется. Вот так берем. Опять. Берем. Это ваш бич, это ваше проклятие. Смотрите. Найти изображение в Яндексе. Давайте смотреть. Я лично эти фотографии встречал десятки раз. Смотрите. Десятки раз встречал. Вот они. Вот. И где а это самое? Знаете, сколько претендентов? Вот. Черешня в Москве, пожалуйста. Самовывозом с Москвы. Извините, уже златоуст тут ни при чем. Вот. Дальше это все. Итак, я подозреваю, а вы мне ответьте, будьте добры. Вот. Откуда дровишки? Где вы взяли эти? Это ж такая редкость. Это черешня на Урале. Извините, редкость. А уж ладно иметь одно, два, три дерева, тепловая подушка, там сколько. А тут еще смотрите, сколько их. Ну, то есть, как делают? Чуть-чуть изменили, вот крупный план, да? И все, и не узнать. Это еще там 10, 20, 30 этих самых претендует на фотографию. Ну, и так далее. Но это еще не все. Давайте еще какой-нибудь резкость найдем. Давай. Ой, выскочила. Опять Бекер. А ничего, мы сейчас вернемся. Так, Бекер долго тут будет интересно. Нам же, мы с Бекерами разговаривать бесполезно. Это уж точно мы все, кто у них пытаемся выписать, для нас это все кто пытался. Как быть-то, ждать, пока появится обратно. Ну, жалко. Пока разбираюсь с Бекером, вернулся. Ну, это реклама такая плавающая. Сейчас Бекер, потом еще кто-нибудь, потом опять с Латпитомником. Мы с Латпитомником не закончили. Понимаете? В чем дело? Ну, и долго ты еще висеть тут будешь. Черешня черная, вранье, колновидное деревье, вранье, но это все еще Бекер. Так, когда же ты выскочишь-то? Я могу и по-другому сделать. Мне ничего не стоит. Да, давайте сейчас вот это вот будем пока место занимает. Я могу просто набрать в Яндексе и все. Это ничего не стоит. Вот. Чтобы не ждать Бекера. Так. Ну, например, набрать Златпитомник. А вы за одним поучитесь. Злат. Злат. Златоустовский. Нет. Пи- том. О! Златпитомник. Интернет-магазин. Самое страшное, что магазин вот так. Златпитомник, Златпитомник. Ага. Сюда же попадем? Нет. Златпитомник. Вроде все тоже. Давайте смотреть. Как-то тут немножко по-другому. Я все-таки так хотел бы оказаться там, где мы были. Там, где мы были. ой, жалко, что выскочили. Вдруг их два. Златпитомник. Интернет-магазин. Ну, ладно. Там было конкретно персики-черешня. Давайте смотреть. Это наверняка. О! 25% скидка. Сейчас все закупим. Сейчас все купим. Сейчас мы проверим все, что мы хотели проверить. Вот. Ага. Информация о нас. В Челябинской области. Да, она, 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 она. Вот они, черешки. Вы недавно смотрели, правильно. Горе мы смотрели. Они отслеживают даже меня. Персики-кимские. Мы смотрели. Белый лебедь. Так, все. Здесь мы, здесь. Ура! То есть, они хотят, чтобы мы это все купили. А как можно купить воздух? Я вот понять не могу. Или дровишки. Так, ну, что еще? Нам бы что-нибудь более редкое. Давайте. Смотри, какой умный. О, я же завидую. Абрикос Кичин, кстати, это вот то, что корзень, это не Кичигинский. Это они придумали. Так, где бы сейчас найти, где бы сейчас найти общую такую фразу? Ну, ну, ладно. Слово каталог. Каталог, цветы, хвойные, плодовые. Во! 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 Мы сюда попали. Мне нужны диковины. Перси колновидных на свете не бывает. Хватит врать. Так, этот мы видели. Черешню видели. Вишня колновидная. Нам бы большую редкость. Давайте мы все-таки абрикосы. Абрикосы самые главные болезни. Вот это у них всегда было. Здесь была и моя фотография. Но много лет назад ее убрали. Вот тогда как-то до них дошло. Представляете? Вот. А вот это якобы их абрикосы. Горный Абакан. Это значит, что они... Знаете, как было дело? Меня обвинили, говорят, вы зря говорите, что в забвение попали эти самые абрикосы, сибирские абрикосы, уникальные сорта самого Байкалова. и говорят, а вот их как там было, златопитомник их культивирует. И у них есть горный Абакан. Вот так у меня раз по морде. Вот. Вот он, горный Абакан. Так. Вот. Видите? Якобы. Ну, дерево, никогда вы не найдете дерево. Ну, абрикосы легче. Они могли бы быть в этом златоусте. Могли бы. Но опять у них, смотрите, что получается. Я нажал. Ну, видели? И что получается? Горячий ключ, это не вы. Значит, в Энгельсе, это не вы. А в Шаронске, не вы. Понимаете? Город Карталы, это не вы. Ну, тут, правда, еще чуть ли не китайцы это. Он претендует. Китай претендует. Вот это непонятный шрифт. Вот. то есть иностранцы. Вот это непонятный шрифт. Иностранцы на него претендуют. Так нет? Вот. Десять, двадцать рублей. Полбутылки водки. Полтора стакана водки. Да, о-о-о-о. Вот. Сосногорске. Солнечногорске. А фотография одна и та же. Кто ее первый сделал? Теперь Тосное не найти. А Клеминске его, пожалуйста, продают. Става в Севастополе, в Севастополье продают. Представляете? Украина продает. Цефрукт, або ягода, корость и шкода для здоровья, рецепты варенья. Вот. Сколько желающих претендентов. Ну и что? Опять вероятность, что это ваше, уже если посчитать, то два десятка. Пять процентов. Не, мы не закончили. У меня, понимаете, лучший ученик школы по математике, и у меня вот это застряло вверх, теория вероятности. Ну, давайте посмотрим кичигинский. Он, правда, не кичигинский, то, что в корзинке, но в данном случае не имеет значения. Давайте посмотреть, как эта вероятность падает к нулю. Я нажал, похоже в Яндексе. Вот. Давайте смотреть, чей он. Славянск претендует, так? Злат Питомник претендует, еще иностранцы претендует, и город Бородино претендует. Еще в четыре раза меньше вероятность упала, что он ваш. Вспоминаем школу. Не все ж были троечники. Априкос колновидный. Вы претендуете, что вы продаете колновидный апприкос. А их нет в природе. Ни одного нету, понимаете, ни одного. Это просто удачная ветка. У меня таких десятки, если не сотни в моем саду. А теперь посмотрим, сколько у нас мошенников. Видели? 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 Видели, видите, видели, видели 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 ну а теперь скажите присвоили фотографию ну что возвращаемся теперь вероятность 001 десятых процентов все а это уже как говорится цифра близко к нулю и так ребята вам не стыдно с абрикосами разобрались теперь так там написано о нас давайте смотреть что там написано о них о нас вот когда то оба вот это про счастливых людей я уже много лет 2 появилась 2010 это было недавно я их знаю где-то года с 2015 потому что один из моих помощников виноград фамилия виноградов вот алексей он меня научил я сразу писал 96 вот таких вот фальшивых питомников нет они можете выращивать смородину но не персики и не абрикос это уже понятно помните верят из равно нулю вот его и в том числе был за питомники там была моя фотография но они потом не убрали но я тогда зашел и запомнил счастливыми людьми так ладно у них огромное сантиметр в открытом грунте осталось найти хотя бы одну фотографию сексада вот фотографии я уже заканчиваю через три минуты он сам отключится а потом будет уже другой совсем фильм вот как это будет выглядеть внимание внимание вот это вот так сюда посмотрим вот это вот мой сайт видите а здесь фотогалерея и обратите внимание что у них ни одной фотографии своего сада а у меня тут сотня общих тысячи вот невестка таня вот внук тимоша скажите это в чужих или моем снята или а в крым ездил видели сергей он сейчас питомника вот это самое видели вот такие как вы с саженцами и сию южными явно персик можно привести только с юга к вам туда челябинск область так я уже выводы делал я вас подозревал а сейчас же не подозревая ну пусть подозреваю пусть еще не поймал за руку я не видел каким транспортом прибыло я не видел отправителя я понимаю что это ли средняя азия молдавия может быть даже крым не может быть крым сам ворует уже даже мои мои фотографии наворовал крым стал тоже перекупщиком это может быть польша это даже не белоруссия белорусы самые на польские перешли вот сербия мне дважды итальянцы русские итальянцы предлагали две большие партии саженцев из италии я не купился вы наверно купились видите согласны что это мой сад вот моя физиономия видели вот мои гости научные сотрудники вот это что шутки а у вас ни одной фотографии кроме этих интернетов ски я подозреваю что не персиков но подозреваю еще раз о том на мне в суд подойдите скажете да вон наш сад вон здоровый маточный сад в нем несколько тысяч деревьев потому что чтобы продавать тысячами только привитое надо огромное количество отрезать веток при этом деревья на урале в сибири буквально загибается и у меня много такое я уже испытывал и персики гибли вот видите вот это вот что он это скажет ну почему вам счастливым людям не сфотографируется в своем саду меня зло берет что миллиарды людей денег тратят люди а какие люди наши люди нормальные пенсионеры в основном старшего поколения отрывая от места вашем пуска хлеба ну все-таки куплю еще раз горькие письма у них сотни у меня несколько мешков с письмами я их все не выкидывал думаю когда никому пригодится сделать выводы но прошли годы десятилетия я печатаю из 20 лет печатался бумажных источников забитый ящик письма горечь 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 помогите сколько уже покупать их а счастливые люди отзовитесь я же пробовал с этим разобраться как значит омский питомник взяли сняли фильмы и показывает как они выращивают выращивают елки-палки саженцы и выращивают какие-то вот но не ничьи саженцев не груш с ней не абрикосов никогда ничего а продают эту экзотику с омским питомником еще не разобрался теперь вы просто под руку попались очень часто злат питомников светится вот на этой в этой рекламе очень часто вот настоящий сайт вот здесь не продажные эти вернее не эти самые не 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 с интернета не этих фотографий все с моего сада все друзья вот еще раз говорю отзовитесь покажите свой сад я наоборот я всегда раскручу всех я десятки этих питомников раскрутил давайте вас раскрутим покажите свой сад и и